Танец – единственное искусство, материалом для которого служим мы сами. Скольких мастеров за 40 лет своего существования подготовил танцевальный коллектив «Калейдоскоп» уже не сосчитать. Отчетные концерты с каждым годом – новые номера, которым аплодируют по всей стране. Коллектив очень востребован в городе. Коллектив знают в Украине, в России и на дальнем зарубежье. Они объездили всю Европу и везде, где они выступали, добивались определенных побед. Этот концерт стал промежуточным, но оттого не менее важным. Его цель – воодушевить малышей из подготовительной группы. Еще два года они будут готовиться к своему первому выступлению. Затем музыкальных и пластичных возьмут в общую группу ансамбля. И лишь потом молодые звезды засияют на большой сцене в составе основной группы «Калейдоскопа». По словам художественного руководителя ансамбля Валерия Жигулина, такая система отлажена годами. Профессионал своего дела. Перед началом одного концерта он уже готовится к следующим. Народный классический степ будет. А после этого мы сейчас закончим этот концерт. И со следующей недели уже будем приступать к новогодним утренникам. Сами дети свои радости от пребывания в коллективе не скрывают. Говорят, здесь как дома, а танец для них как сама жизнь. Очень весело, особенно танцы. Иногда бывают очень сильно интересные. Ну, здесь можно учиться много чего. Поступить потом можно куда-нибудь. Ну, коллектив очень мне нравится. Потому что вот я щелкунчик когда посмотрела, мне сразу захотелось танцевать. У меня танец как воздух для меня. Мои любимые танцы это морячка и русская. Почему? Ну, потому что мы сейчас в России. Русскую я и так давно любил. А морячку, потому что там такой красивый костюм. Более 30 педагогов Дворца пионеров это выпускники прошлых лет. Поэтому руководители знают, из малышей сегодня вырастут мастера танца и полноценные преподаватели завтра. Об этом говорит и сухая статистика, и горящие глаза подрастающих звезд. Ирина Львова, Наталья Бабкевич, программа «Наше время».